Здравствуйте, друзья! Сегодня бы хотел вам рассказать про терморегулятор 1209, но вот в таком исполнении и в корпусе. Удобен он тем, что такой корпус мы можем легко вставить в электротехническую коробку разной степени защищенности, в данном случае это IP54, и поставив разъем, тот или иной разъем или ту или иную плату, добиться того, что у нас это будет не только на 12 вольт работать, но и на 220 вольт. В данном случае вот мы видим, да, что он работает от сети 220 вольт, вот я вставил вот 220, преобразователь с 220 на 9 вольт, вот выключилось реле, который может управлять нагрузкой до полутора килограмм, ой, до полутора ватт киловатт, то есть до тока 10 ампер, и легко где-то его закрепить. Вот такой вот получается девайс, ну, с нагрузкой чуть позже я его сейчас буду делать под различные вещи, да, и мы с вами сможем это посмотреть. Вот такая вот прелесть, следующее видео будет видеоинструкция по эксплуатации и по программированию, скажем так, терморегулятора W1209. А с точки зрения применения, ну, вот это вот все-таки от 9 или 12 вольт такая доработка, да, у нас будет получаться, и он работает от 220 вольт, но большинство, у большинства преобразователей все-таки остаются от старых, как они там, телефонов, и там 5 вольт, и надо будет вот здесь ставить повышающий преобразователь. Стоимость его недорогая, рублей 40, поэтому получится значительно дешевле, чем покупать вот такой вот блок питания, источник питания. Но, как говорится, что есть под рукой, то и будем использовать в различных вариантах. Ну, а так вот такая коробочка получается симпатичная. Для теплиц, для... Ну, очень обязательно так, можно в большой шкаф вставить или повесить на... поменьше, наоборот, коробочку сделать, вставить в... на один рейку куда-то повесить. В этом смысле, конечно, может иногда получиться дешевле, чем использовать на... там... в корпусе на 220 вольт. Хотя не факт. Ну, вот показал как. Скоро я буду под проращивание семян. Есть у меня семена, которые требуют температурного режима проращивания, то есть вот так вот подержать в холодильнике, потом начать проращивать, у меня не получается. И будем посмотрим, что нам наука про это говорит. Температурные режимы выращивания. Ну, а кто-то там делает. Может быть, и я сделаю когда-нибудь этот цыплячий дом, инкубатор, да, и выращивать этих цыплят из яиц. Посмотрим, куда меня вся эта кривая вывезет. Вот. Но тему терморегуляторов сейчас буду наращивать. И, соответственно, видео будет на эту тему много, в том числе и собственной разработки. Уже пора, пора мне начинать включаться в этот процесс. Подписывайтесь!